МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. За минувшие выходные в водоемах области погибло 5 человек. Двое из них – дети. Департамент по чрезвычайным ситуациям вновь напоминает о правилах безопасности. Мемориальный обелиск, посвященный погибшим сотрудникам полиции, открыли в Приозерске. За четверть века в Карагандинской области 26 полицейских пожертвовали жизни в борьбе с преступностью. Украшения двора из подручных материалов. Милые зверушки и сказочные персонажи из старых автомобильных шин делает карагандинец. Его поделкам радуются не только дети, но и взрослые. Спасатели Карагандинской области еженедельно проводят рейды на пляжах, проводят разъяснительную работу с отдыхающими. Однако, несмотря на профилактику, количество трагических несчастных случаев на водоемах не уменьшаются. Об этом шла речь на очередном брифинге в областном департаменте по ЧАЭС. За минувшие выходные дни в водоемах Карагандинской области утонули пять человек. Двое из них – дети. На очередном брифинге в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что это тревожный сигнал. Несмотря на большую профилактическую работу, количество погибших в водоемах растет. С начала года утонуло уже 20 человек. По словам спасателей, причина трагедии одна – нарушение элементарных правил безопасности. Не надо заплывать на дальнее расстояние, потому что тоже ребята при патрулировании, наши, которые спасатели, обеспечивают безопасность. Многих посередине водоемов уже человек доплыл туда, без спасательного жилета, и уже назад сил нету плыть, не рассчитывают сил. Хорошо, что мы здесь находимся, спасаем из этих людей. На борьбу с пожарами на территории области созданы 756 добровольных противопожарных формирований. На их вооружении имеется 18 единиц пожарных автомобилей и более 2000 единиц специальной техники. К борьбе с пожарами готовы, заявляют в департаменте ПЧС. Но очень часто виновниками природных пожаров становятся отдыхающие граждане. Также мы наблюдаем увеличение пожарных на дачных массивах. Если в прошлом году за пожароопасным периодом произошло всего 19 пожарных на дачных участках, в этом году их уже 30. Конечно, это связано с тем, что наши граждане не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности при нахождении на природе, нахождении на дачном участке. С начала лета спасатели и пожарные по всей области работают в усиленном режиме. И вновь в департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают граждан соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы потом не пришлось разбираться в том, кто же стал очередным виновником очередного трагического случая. Андрей Теннис, Ламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Далее о происшествии. В Арселорме Талтимиртау произошло очередное чрезвычайное происшествие, в результате чего один рабочий погиб, двое попали в больницу. Трагедия произошла 18 июня в 4 часа утра из-за отключения электричества. По имеющимся данным, из-за скачка напряжения отключились вентиляторы, при этом не сработали газоанализаторы. Предположительно, отравившись доменным газом, погиб газовщик. В 1959 году рождения двое рабочих, гидравлик и газовщик, были доставлены в центральную больницу Тимиртау. По сведениям Пресс-службы управления здравоохранения Карагандинской области, в настоящий момент двое госпитализированных отпущены домой. В Бухаржиравском районе работали трое государственные служащие, имеющие судимость за коррупционные преступления. Такие данные были выявлены в ходе аттестации, проводимой агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции. Об этом сообщили на очередном заседании Совета по этике. Государственные служащие Бухаржиравского района в нынешнем году прошли полную проверку, в результате которой были выявлены нарушения. К примеру, работники госструктур не были направлены на переподготовку, а заместитель Акима вовсе не проходил такого обучения. Но больше всего заседателя удивило то, что были выявлены работники, осужденные за коррупционные правонарушения. Один из них – главный специалист отдела сельского хозяйства и ветеринарии. Второй специалист, главный специалист, этого же отдела сельского хозяйства и ветеринарии, опять же, тоже по 307 статье был, скажем так, возбудили уголовное дело, потом по амнистии прекратили, по нереабилитирующим основаниям работал на своем месте. Третий человек, в 2003 году еще по 311 статье, третья часть – это по РАЛУ, получение взятки, 314 статья – подслуженный подлог. По двум статьям возбудили уголовное дело, наказали, продолжал работать до этого времени. Как они вообще работали здесь? Вообще, я интересовался, руководитель аппарата сказал, якобы никто ничего не знал. Такое же невозможное что-то делать. За оплошность в работе, а также за многочисленные нарушения этического кодекса пришлось отвечать Акиму Бухаржуравского района, Нуркену Кобжанову. Они в отдел сельского хозяйства перешли, и, в принципе, даже конкурс ничего не проводился, они продолжали работу. Это два сотрудника в сельском хозяйстве. Третий сотрудник, у которого отказ от возбуждения уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, это Амаржанов Зульков Улья Матач, у него такая ситуация. В 2013 году ЦПСИ не показывало по нему ничего. Это было в 2002 году, и я лично сам, как Аким район, этого не знал, что какие-то разбирательства в 2002 году были. В ЦПСИ мы запросили, и эта справка есть, там не подтверждается ничего, это не было. На этом разбор полетов для районного Акима закончился. Все завершилось замечанием и устранением всех нарушений в отведенный срок. Аким обещал провести необходимую работу и уволить всех работников, имеющих уголовное прошлое. Фариза Албаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Приозерске открыли обелиск погибшим сотрудникам полиции. Среди тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с преступностью, инспектор дорожной полиции Ерик Шохметов. Его вдове были вручены цветы и подарок. Инспектор дорожной полиции, старшина полиции Ерик Шохметов героически погиб в феврале 2002 года при задержании особо опасных преступников. За проявленное мужество и героизм посмертно он был награжден медалью «Ерли Геушин». Ерик Шохметов – один из 26 сотрудников полиции Карагандинской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Именно им посвящен обелиск, возведенный в Приозерске. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аким Приозерска, выступая на церемонии открытия обелиска, отметил, что настоящие патриоты страны – это те, кто не уходит от активных действий в борьбе с преступностью. К сожалению, ежегодно по всему Казахстану списки полицейских, которые положили свою жизнь во имя справедливости и закона, пополняются все новыми именами. Мы обязаны помнить о тех, кто отдал самое дорогое – жизнь во имя мира и спокойствия на нашей земле. На примере их доблести и стойкости будет воспитываться не одно поколение сотрудников полиции. Их подвиги всегда останутся в наших сердцах. Всего за 25 лет более 700 сотрудников казахстанской полиции погибли при исполнении служебных обязанностей. Они навсегда останутся в памяти своего народа, как истинные борцы за справедливость, отметили выступающие. Подобные обелиски уже открыты во многих городских и районных отделах внутренних дел. 22 июня будет открыт мемориальный обелиск в городе Сарань. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинец Александр Козырский из обычных старых автомобильных шин делает необычные сказочные персонажи. Все началось с обычного хобби в свободное время. Сейчас для мастера это постоянная работа. Александр Козырский родился в шахтерской семье. Окончив Карагандинский горный техникум, пошел по стопам родителей работать в шахту. По состоянию здоровья Александру пришлось уйти с работы. Чтобы не скучать, нашел себе хобби. Изготавливать из старых автомобильных шин сказочных героев. В среднем на одну фигуру ходит один день, признался мастер. В свободное время решил заняться и сделать что-то красивое для себя и для людей. Что в принципе у меня и получилось. Почему именно Ишин? Ну Ишин вроде бы получилось. Увидел, понравилось. Захотелось самому сделать. Сделал, еще больше понравилось. Ну и как-то более доступный материал, который в принципе можно на любой шиномонтажке найти и сделать. Хотя, если честно сказать, работы с шинами очень много и тяжело, так скажем. Александр в прошлом году был награжден номинацией «Патриот года» в конкурсе за Мандас-2016. Его награде соседи радовались не меньше. Ведь он заслуживает признания, потому что вносит вклад в жизнь города, призналась Жамиля Тургаева. Творение Александра радует не только детей, но и взрослых. Люди приходят к нам как на экскурсию. Все фотографируются рядом с этими фигурками. Очень много детей бывает в нашем дворе. Все очень радуются, что вот такая красота в нашем дворе. Это не каждый двор вот такой имеет богатство, такую красоту. Обычное хобби для мастера стало работой. Пораженные красотой сказочных героев карагандинцы начали делать заказы. Его фигурки можно увидеть во дворах детских садов и школ города. Фариза Албаева, Жара Гибаева, Санбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Преступность в Тимиртау снизилась по сравнению с прошлым годом. Такие данные были озвучены на отчетной встрече сотрудников полиции с жителями города Тимиртау. К примеру, количество правонарушений среди несовершеннолетних уменьшилось на 40%. Управление внутренних дел города Тимиртау проводит отчетные встречи каждые три месяца. Весной отчетная встреча прошла под открытым небом, где также поднимался вопрос подростковой преступности. Многие горожане стараются присутствовать на каждом заседании. Среди них и Галымжан Макожанов. Он считает, что такие встречи в формате диалога дают положительный результат. Я сам работаю в учебном заведении. Сюда приходят наши студенты. Недавно посторонние люди курили во дворе нашего колледжа, кидали окурки. Сейчас такое редко встретишь. Наверное, это результат таких работ. В нынешнем году в Тимиртау установлено около 80 дорожных камер наблюдений и специальные дорожные препятствия. Стражи порядка сообщают, что подавляющее количество преступлений – 75% – это кражи. Основная часть преступлений совершается в отношении физических лиц. Основная цель данного мероприятия – это, конечно же, довести до наседения складывающуюся оперативную установку в регионе, какие принимаются органы внутренних дел, меры по профилактике, про нарушению, по борьбе с преступностью. И, конечно же, именно дать разъяснение нашим гражданам о том, как себя вести и как себя обезопасить от различных преступных постигательств. Управление внутренних дел такие отчетные встречи проводит каждые три месяца. Помимо Тимиртау, полицейские встречаются в городах Сарань, Караганда, Шахтинск и Абай. Каждая такая встреча проходит в новом формате. Фариза Албаева, Жаксулк Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Бой Головкин-Альварес признан самым ожидаемым поединком года. Чемпион мира по четырем версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес объявили о проведении боя в сентябре этого года. Об этом оба боксера официально объявили сразу же после победы Сауля Альвареса над Чавесом-ладшим. Сразу после этого боя на ринг поднялся лучший средневес мира Геннадий Головкин и оба боксера официально объявили о договоренности по поединку. Бой запланирован на 16 сентября в Лас-Вегасе. Напомним, что договоренность по этому поединку была достигнута еще год назад. Сейчас лучшее время, чтобы провести этот бой и нам, и болельщикам, всем. Все хотят этого боя. Канело в отличной форме, он сложный соперник. Каждый знает, что у нас есть сила и большой боксерский IQ. У меня есть планы этот бой и у Канело тоже. Что ж, посмотрим, что будет. Спортивная команда сотрудников ОВД Осакаровского района стала победителем в дисциплине мини-футбол. Эта дисциплина стала одной из многих на Спартакеаде силовых структур Осакаровского района. Соревнования по мини-футболу, гиревому спорту, армрестлингу и перетягиванию каната. Именно в этих четырех дисциплинах соревновались участники районной Спартакеады. Это две команды ОВД Осакаровского района, команда прокуратуры, молодежного отдела полиции, команда противопожарной службы. Соревнование будет судить судейский состав в составе сотрудников физкультурно-озаводительного комплекса. Я думаю, что будет интересное соревнование. И в пользу случаем хочу всех сотрудников ДВД Карагандинской области поздравить с наступающим 25-летием создания полиции. Пожелать им успехов, благ, мирного, неба, чистого. Поблагодарить Акима района за поддержку, что предоставил такое помещение. Ну и все благ всех. Спартакеада прошла в течение одного дня. Уже через несколько часов были объявлены победители. Первое место в армрестлинге занял помощник участкового инспектора полиции ОВД Осакаровского района Сергей Пензов. В полиции служат уже 12 лет. Сегодняшнее мероприятие, посвященное 25-летию карастанской полиции, заняло первое место по армрестлингу. И хочу, чтобы все молодые сотрудники занимали такие места, чтобы занимались спортом. И я горжусь нашей карастанской полицией. В гиревом спорте не было равных Ерболу Шакенову, также сотруднику районного отдела внутренних дел. В перетягивании каната лидером стала команда Сункар. В мини-футболе кубок завоевала команда Жастар. Все участники соревнований награждены кубками, грамотами и ценными подарками. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин